Нихао! Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слова «китайская кухня»? Лично я затрудняюсь ответить на этот вопрос, ну потому что Китай – страна огромная по размерам, как Европа. Ну и к тому же в каждом регионе есть свои блюда и свои вкусовые предпочтения. А вот какие – узнаем сегодня. Это программа «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». И с вами я, Оля Данко, и шеф-повар китайского ресторана в Москве Лю Цзюн. Я с радостью представляю нашу сегодняшнюю звездную гостью, известную певицу, участницу конкурса Евровидения 2004 года Юлию Савичеву. Юля, привет! Привет! Я знаю, что ты была в Китае. Да. Был культурный обмен, многие артисты полетели на концерт в Китай. Я пела, помню, «Синий платочек» и «Огонек». Это такие военные песни. Что меня удивило? То, что очень много еды самой странной. Наверное, это все-таки для туристов больше. Всякие жуки, пауки там, я не знаю, сороконожки. И вот ты идешь, и так все красиво лежит. Я хотела попробовать, но не смогла. Но недаром же про китайских поваров говорят, что они могут приготовить буквально все, кроме луны и ее отражения в воде. Да, верно подмечено. У нас в Китае говорят, мы едим все, что бегает по земле, летает в облаках и плавает в воде. Но ты, пожалуйста, сегодня не волнуйся. Мы готовим морепродукты на сковороде. Морепродукты на сковороде. Ингредиенты. Креветки – 5-10 штук. Мидии – 5-10 штук. Кальмар – 3-4 штуки. Болгарский перец – 50 граммов. Древесные грибы – 60 граммов. Устричный соус – 20 граммов. Соевый соус – 20 граммов. Рисовое кулинарное вино – 20 граммов. Концентрированный куриный бульон – 1 чайная ложка. Крахмал – 1 чайная ложка. Возьмем кальмары и сначала разрежем пополам. Вот, разрезаем пополам. Юля, хочу параллельно узнать, в каких регионах ты побывала в Китае? Мы были только в Пекине. Ходили, естественно, смотрели достопримечательности, купили чая различного. Как же без этого? Ну, вообще говорят, что в Китае в каждом регионе есть свои специалитеты. Мастер Лю, правда ли, что на юге любят сладенькое, а на севере соленое? Да, там на востоке предпочитают блюда с кислинкой во вкусе, а на западе – острые. Сегодня мы с вами будем готовить блюдо с севера. То есть оно будет соленое? Да, все правильно. Отлично. Ты любишь солененькое? Я солененькое люблю. Но когда я поем соленого, хочется сладкого. Или наоборот, когда сладкого поешь, хочется поесть соленого. А я как-то неправильно, по-моему, режу. Вот я порезала. Нужно раскрыть кальмар. А, раскрываем наш кальмар. Нож держим вот так, примерно под 45 градусов. И делаем надрезы. Вот так. Теперь переворачиваем и делаем надрезы с другой стороны. У нас такое поперечное сечение в нарезке кальмара. Вот так. Просто мы меняем угол, угол, да, резки. Так, я пытаюсь понять. Да, да, да. Так, вот. И потом уже нарезаем такими кусочками. Ты в потрясающе сейчас форме находишься. Спасибо. Может быть, есть какой-то секрет? Ну, просто правильное питание в основном. И спорт периодически. А вот мне очень интересно, что придаст нам эта нарезка? Для чего она нужна? Вот когда будем жарить, кальмар примет форму цветка. Вау. Красивый, изысканный кальмар. Вот, получилось. Теперь у меня получилось как надо. Что же, ну, мы переходим к креветкам. Любишь креветки? Обожаю я креветки, да. А что, мне чистить нужно? Да, мы их очищаем. Просто. Давайте. Здесь обязательно, да, нужно убрать. Я знаю. Надо сделать надрез на спинке. Убираем внутренности. Чистим, да. Да, да, я всегда тоже так делаю, да. А, Шиф, очень интересно. Вообще, в Китае есть ли какие-то традиции? Может быть, раньше были какие-то обряды, ритуалы, когда девушки провожали моряков за рыбой? Да, было такое. Девушки пели им очень красивые песни и желали поскорее вернуться домой. И хорошего улова, конечно. Вот мы, например, когда в России в армии провожаем, всегда что-нибудь поем, например, да, устраиваем застолье. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Как же красиво, Юля, спасибо тебе большое. Просто потрясающе. Мне кажется, после такого любой моряк, воин вернется обязательно домой к девушке с таким голосом непременно. Слушайте, ну, тем не менее, пока мы с тобой пели, разговаривали, вот уже мастер-шифу принялся за миди. Зачищаем миди и древесные грибы. Этапы приготовления. Очищаем креветки и мидии от панциря. Режем кальмара на полоски, делаем на них надрезы. Перец нарезаем кубиками или соломкой. Древесные грибы пополам или на три части, в зависимости от размера гриба. Теперь варим наши морепродукты. И сколько примерно по времени мы должны варить наши морепродукты? Доводим до кипения и выключаем. Долго нельзя варить. Вот, видите, кальмар уже меняет форму. И креветки, вон они, в колечко превращаются. Все готово. Сливаем воду и теперь будем жарить. Юля, у тебя есть вог дома? Да. Серьезно? Я обожаю в нем готовить, это здорово в нем готовить. Потому что быстро, да? Да, быстро. И, кстати, я часто готовлю китайскую лапшу различную. Это вкусно. Это очень вкусно. Немного масла. Вот сразу видно, опытный человек на кухне. Добавляем устричный соус. Теперь специальное кулинарное вино. И добавляем морепродукты. Сейчас грибы. Так, еще что я хочу. И соевый соус. А это куриный бульон. А почему он такой сухой? Мы варим курицу очень долго. Потом добавляем разные приправы. Измельчаем. И в конце у нас получается такой вот порошок. Очень популярен в Китае. Когда готовим разные блюда, часто добавляем буквально чайную ложку. Это крахмал, нет? Да, это крахмал. Я угадала. Да. Кстати, кокосовое молоко добавляю частенько. Шифу, а вот можно ли в этот рецепт добавить кокосовое молоко, как предлагает Юля? Да-да, можно, если вам нравится более сладкий вкус. Кстати, вполне могут этот ингредиент добавлять южане. Но сегодня мы готовим это блюдо по рецепту северян. В конце еще немножко добавляем масло. А это у нас сковородка для подачи блюда. Мы ее подогреваем. Это тоже нам придаст отдельный очень оригинальный вкус и будет эффектно. Теперь кладем на деревянную подставку. Как интересно. Аккуратно, Юля. Да-да, конечно. Какое-то фаер-шоу прямо на ваших глазах. Класс. Кстати говоря, хорошая идея для конкурса Евровидения. Представляешь, выходит певица, начинает что-нибудь жарить, готовить и петь петь. Такого еще, друзья, не было. Такого точно еще не было. Может быть, маленький кусочек из той твоей песни 2004 года? Да, пожалуйста. Давай, с удовольствием. Браво, браво. Здорово. Этапы приготовления. Варим креветки, мидии и кальмары в воке до полуготовности. Вынимаем, сливаем воду. В разогретом воке с небольшим количеством масла смешиваем устричный, соевый соусы и кулинарное вино. Добавляем заранее подготовленные древесные грибы, перец и морепродукты. Обжариваем несколько минут до готовности. В конце добавляем крахмал и концентрированный куриный бульон. Выкладываем на предварительно раскаленную чугунную сковороду. Юля, ты трудилась, пела, так что давай смело пробуй. Приятного аппетита. Я тоже у тебя кусочек возьму. Ну, идеально посольный. Это просто великолепие. The best просто. Ты знаешь, здесь соус не перебивает вкус морепродуктов. Он, наоборот, оттеняет как-то. Выгодно очень. И, наверное, вот грибы дают какой-то свой дух определенный. Морепродукты на сковороде. Ингредиенты. Креветки. 5-10 штук. Мидии. 5-10 штук. Кальмар. 3-4 штуки. Болгарский перец. 50 граммов. Древесные грибы. 60 граммов. Устричный соус. 20 граммов. Соевый соус. 20 граммов. Рисовое кулинарное вино. 20 граммов. Концентрированный куриный бульон. 1 чайная ложка. Крахмал. 1 чайная ложка. Вообще, как все просто в русской кухне. Одинаковые блины вы можете найти и в Санкт-Петербурге, и в Владивостоке. Но совсем другое. Это китайская кухня. Одно и то же блюдо может иметь совершенно разные оттенки, если будет готовиться в разных регионах. На севере оно будет солененьким, а вот на юге сладким. Ну, а это была программа «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». Я говорю спасибо нашей сегодняшней звездной гости Юлии Савичевой, известной певице. Это вам спасибо за то, что показали мне интересную такую историю. Особенно я люблю ВОК, поэтому буду пробовать. А мы тебя всегда в этом поддержим. И благодарю за этот уникальный, интересный рецепт шеф-повара китайского ресторана в Москве Лю Цзюна. Спасибо огромное. С вами была Оля Данко. Увидимся совсем скоро. До свидания. А можно поесть? Да, да, да. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»